Маленький поселок, в котором живет 14-летняя Света, попал в зону подтопления. В Самару девочка приехала, чтобы прийти в себя от шока. Признается, здесь ее встретили как родную. Особенно запомнился поход в спа-салон и экскурсия по технопарку. Все очень хорошо, все понравилось. Это вообще было незабываемо. Факт, это запомнено всю жизнь. Было очень приятно, что был такой теплый прием. Вообще, нас прям приняли, мы хорошо нас накормили. За развлекательную программу отвечали вожатые. Они подготовили для ребят квесты, музыкальные концерты и театральные постановки. Евгений Крайнов отвечал за 14-й отряд. На вокзале молодой человек растворился в объятиях новых друзей. Дети были заняты практически все время. От каких-то общелагерных мероприятий до элементарно каких-то отрядных мероприятий, которые проводили мы, вожатые. Стоит отдать должное и педагогам из Иркутской области, которые помогали детям отвлечься от проблем. Они подготовили подарок и для главы региона Дмитрия Азарова. Создали фотоальбом с памятными фотографиями. На снимках запечатлены самые яркие моменты отдыха ребятишек. Мы очень благодарны администрации лагеря, мы очень благодарны администрации Самарской области. Вот этот вот альбом, фотоотчет о наших проведенных днях в таком замечательном месте. Долгие объятия и теплые прощения. Дети из Иркутской области возвращаются домой отдохнувшими. Для них подготовили два пассажирских вагона и вагон-ресторан с четырехразовым питанием. Напомним, что дети из Иркутской области находились в 63-м регионе около трех недель. Теперь они возвращаются домой, где их ждут родные и близкие. Уже через месяц они снова сядут за школьные парты. Анатолий Головко, Николай Епифанов, События.